Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о том, что в Ульяновской области сформирован штаб по наблюдению за предстоящими выборами, которые состоятся во 2 воскресенье сентября. В том числе и на территории Ульяновской области. У нас сегодня в студии руководитель этого штаба Дмитрий Викторович Травкин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович! Здравствуйте, Дмитрий! Пожалуйста, напомните, кого же мы будем выбирать в сентябре? Насколько эти выборы будут важны для нашего региона? В сентябре, в единый день голосования избирателей Ульяновской области, во-первых, вместе со всей страной будут выбирать депутатов Государственной Думы. Там выборы смешанные. 50% депутатов избираются по спискам политических партий, половина по одномандатным мажоритарным округам, которых на территории Ульяновской области два. Ну и кроме этого, в единый день голосования избиратели Ульяновской области избирают губернатора Ульяновской области, высшее должностное лицо. Самые значимые выборы, которые, наверное, за последние годы пройдут на территории регион? Ну, мы считаем, что не бывает выборов неважных. С точки зрения массовости участия избирателей, традиционно, самыми массовыми для посещения считаются выборы, где избираются персонали. Это выборы президента Российской Федерации, а у нас они были 18 марта 2018 года. И на втором месте обычно идут выборы высшего должностного лица. Регион. Ну, то есть эти выборы в 2021 году. А сейчас только март, а вы уже начали готовиться к этим выборам. Почему? Ну, мы начали готовиться даже не в марте, а еще в феврале. Если быть совершенно точным, именно в феврале 2021 года Общественная палата Ульяновской области сформировала штаб по общественному наблюдению на выборах. Каковы его цели и задачи? Дело в том, что с недавнего времени, примерно 2-2,5 года назад, федеральное и региональное законодательство наделило Общественные палаты правом формировать пул общественных наблюдателей на выборах по сути любого уровня, от федеральных до муниципальных. И задача как раз общественного наблюдения, вот очень важно подчеркивать, не просто штаб по наблюдению за выборами, да, штаб по общественному наблюдению за выборами, это как раз наблюдение за чистотой голосования и установления его итогов с точки зрения и в интересах самого избирателя, участника выборов. Этот институт работает уже не первые выборы, не первый год. Насколько он эффективен? Я думаю, что все-таки он эффективен. Первое, потому что в любой сфере государственного такого юридического регулирования, там, где отсутствует общественность, там, где она не вмешивается, так в хорошем смысле слова, не контролирует власть, всегда возникает, ну, как минимум, какой-то соблазн где-то что-то подыграть и подправить в свою сторону. Именно присутствие общественности, даже предположение присутствия общественности, тем более общественности подготовленной, то есть профессионального гражданина такого, который присутствует на избирательном участке, уже во многом сокращает желание, если у кого-то оно есть, чуть-чуть там что-то где-то подрулить. Насколько большая армия общественных наблюдателей и кто эти люди? Закон не устанавливает для общественных палат количества людей, которых она может направить к наблюдению за выборами в том или ином избирательном участке, кстати, не только на самих участковых избирательных комиссиях, но и в территориальной избирательной комиссии, областной избирательной комиссии, муниципальной избирательной комиссии. По опыту прошлых лет, сколько вы видите? Примерно около 4 тысяч человек. У нас, напомню, в Ульяновской области постоянных избирательных участков на прошлых больших выборах было около тысячи, 988, то есть в среднем около 4 человек на участок. Ну, понятно, что численность избирателей на каждом участке разная. У нас есть избиратели, избирательные участки не очень большие, скажем, 200-250 избирателей. Есть большие, более 2 тысяч избирателей, поэтому понятно, что дифференцированно это все будет, но общее количество, вот примерно мы ожидаем, порядка 3,5-4 тысяч. Кто эти люди, кто общественные наблюдатели? Это те люди, которые по-хорошему переживают за частоту выборов, которые работают в различных общественных структурах, в палатах справедливости, в палатах общественных, муниципальных, в региональной общественной палате. Являются общественными контролерами. Сегодня в России, вот благодаря законодательству и практике, сформировался определенный такой, я бы сказал, костяк людей, которых я уже назвал, еще раз могу повторить такое определение. Это профессиональные граждане, то есть те люди, которые знают закон, знают права и обязанности, и стараются своей деятельностью, присутствием, участием сделать все-таки то, чтобы эти права у людей, у других, у избирателей в частности, максимально сохранялись и были гарантированы, и предостерегают, предотвращают любые нарушения этих прав. Телезрители, которые себя считают таковыми, могут сейчас куда-то обратиться для того, чтобы вступить в этот корпус общественных наблюдателей? Ну, я думаю, да, конечно. Тем более, что где-то, наверное, ближе к весне, когда нам уже метеоусловие, мы надеемся, что все-таки антипандемические настроения чуть-чуть еще облегчатся. Планируем провести целый цикл обучающих мероприятий для таких наблюдателей. Такое у нас бывало уже в плане подготовки к выборам. Но, я думаю, будет правильно, поскольку общественный штаб по наблюдению за выборами создан общественной палатой Ульяновской области, обращаться непосредственно в общественную палату. То есть есть сайт, на сайте есть возможность электронно отправить любое сообщение, есть также телефоны, то есть общественная палата всегда открыта к любым коммуникациям. Ни одно обращение подобного рода никуда не пропадет, оно будет зафиксировано, оставит как минимум цифровой след. Мы обязательно свяжемся и обязательно постараемся сделать так, что если у гражданина есть желание такое осознанное поучаствовать в процессе общественного наблюдения, и он готов пройти соответствующую подготовку, делающего компетентным специалистом в хотя бы основных позициях в сфере избирательного права, мы постараемся это, безусловно, реализовать. То есть будет учеба. На прошлых выборах я знаю, что существовал золотой стандарт, специальная брошюра, по которой общественный наблюдатель следил за ходом избирательного процесса. В этот раз точно так же будет или модернизируется уже? Будет модернизировано. Золотой стандарт, по сути, если говорить так вот простым языком, это некий чек-лист. В него там входило более 50 пунктов, что облегчало работу общественному наблюдателю. То есть это было 50 с лишним позиций, на которые нужно было обратить внимание в ходе общественного наблюдения. Например, приходит человек до открытия избирательного участка. Как открывается избирательный участок? Как опечатывается урна пустая для голосования? Как, допустим, проходит выдача бюллетеней? Соблюдается ли таинство голосования? Нет ли подсказок и так далее? Существуют ли противоправные какие-то действия? Нет ли угрозов? Как осуществляется подсчет, как осуществляется погашение несыгравших бюллетеней, которыми не воспользовались избирательных. И так далее. Вот таких позиций было много. Они вытекают из норм законодательства. И у каждого наблюдателя был такой базовый набор из этих действий. Потому что этот набор, в свою очередь, сформировался как раз из анализа типовых нарушений, которые обычно и чаще всего допускались на ранее проходивших выборах. Поскольку сегодня избирательное законодательство двигается дальше, обсуждается сегодня вопрос пока в экспериментальном порядке в 5-6 регионах страны введения дистанционного электронного голосования. Обсуждается вопрос о том, что в единый день голосования может пройти трехдневное голосование. Это опять и антипандемическая мера. Ее, кстати, хорошо, позитивно почти 70% россиян признали успешной. Это данные нескольких опросов. Они не подлежат сомнению. Все это накладывает отпечаток и на действия общественных наблюдателей. Одно дело, отнаблюдать один день с 8 утра до 20.00, когда, как правило, закрываются избирательные участки. Другое дело, когда идет трехдневное голосование. Возникает вопрос, как сберечь от фальсификации, от потери данные волеизъявления, которые были сделаны в первый и второй день. Как они хранятся, кто за ними наблюдает. Это видеонаблюдение. Это другие способы защиты такого волеизъявления. Это новинки этого избирательного процесса. Они элементами уже использовались. Мы их видели в ходе поправок по общероссийскому голосованию по поправкам Конституции. Часть использовалась уже на региональных и муниципальных выборах в других регионах. Сегодня это, безусловно, анализируется, оттачивается норма законодательства. Потому что сегодня избирательное право, по сути своей, является очень детализированной отраслью права. Это, как правило, дорожного движения, где расписана каждая мелочь, каждый знак, каждая полоса и так далее. И, конечно, с одной стороны, это правильно, потому что это ставит по максимуму всех в равные условия. А по факту наблюдать за этим процессом должен человек, который понимает. Но если не все тонкости, то, по крайней мере, основную львиную часть того, что требует общественного внимания. В свою очередь, будете с полом общественных наблюдателей гарантировать, что выборы на территории Ульяновской области пройдут честно? Ну, во всяком случае, во-первых, состав штаба, которых у нас 20 человек, их условно можно разделить на юристов, правозащитников, общественников, которые имеют большой серьезный опыт, в том числе и в сфере общественного наблюдения, и представителей СМИ, причем не государственных, дает нам основания говорить, что, по крайней мере, эти люди настроены, хотят и стремятся сделать все максимум возможное, чтобы вот эта миссия была выполнена. Потому что многие, кто, может быть, пока не очень внимательно следят за этим процессом, скажут, слушайте, но уже есть ведь наблюдатели на избирательных участках. Но здесь есть, на мой взгляд, одно большое принципиальное отличие, о котором всегда нужно говорить. Действительно, пока ранее закон давал возможность присутствия на избирательных участках наблюдателей от кого? От выдвинутых кандидатов и избирательных объединений. И понятно, что они осуществляют наблюдения прежде всего в своих собственных интересах, чтобы интересы их кандидата, их партии не пострадали. Задача общественных наблюдателей, во-первых, действовать в интересах всего общества в целом, всех избирателей, для того, чтобы люди, идя на избирательные участки, все-таки имели все основания или максимальные основания думать, что они участвуют в серьезной, по-настоящему чистой процедуре. Это не какие-то околополитические игры, не продолжение политики, это просто сама процедура народного волеизъявления. Это очень важно, на самом деле. И, во-вторых, я считаю, и, наверное, здесь можно сказать, будем предлагать нашим избирательным комиссиям, и областным, и муниципальным, и даже участковым, размещать, либо, если это закон нам позволит, на территории избирательного участка, либо в непосредственной близости рядом с ним информацию о наших горячих линиях штаба общественного наблюдения, в случае, если избиратель конкретный, пусть он один, чувствует, что его права нарушены, искажены, его нет в списках, или, наоборот, он видел в списках тех, кого там быть вроде бы как не должно, или другие варианты, сейчас их трудно все сразу назвать, он бы мог обратиться. Вот знаете, как в точках торговли сегодня закон предписывает наличие уголка потребителя. Избиратель – это тоже своего рода потребитель. И если он ощущает, что его права избирательные под сомнением, у него должно быть куда сразу обратиться. И в этом смысле я считаю, что задача штаба по общественному наблюдению очень гибкая и оперативно откликаться. И сразу нужно сказать, что не стоит думать, что день прошел голосование, ну или три дня, и все закончилось. Нет. У нас существует порядка по закону двух месяцев для того, чтобы включаться в анализ полученных результатов и в случае необходимости совершать определенные действия. Либо мы, упаси Господи, но такого у нас пока не было, отменяем итоги голосования по какому-нибудь отдельному избирательному участку, и так далее, округу. Либо там просто пытаемся провести какие-то действия, направленные на устранение нарушений, если они выявлены. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о том, что в единый день голосования в сентябре на территории Ульяновской области будут выбирать депутатов Государственной Думы и губернаторов Ульяновской области. И каков вклад в этот процесс будет общественных наблюдателей, пул которых сейчас готовится.